Привет, ребята! С вами Димас, оператор Антон. Мы на канале Кукс Браза Хукс. И сегодня мы будем делать итальянскую пасту в сочетании овощей и морепродуктов у нас сегодня. Вот что из этого получится. Смотрите, решайте, пишите комментарии, как на ваш взгляд. Ну, для нас, мне кажется, это будет просто пушка-бомба. Для этого нам понадобятся сегодня наши баклажаны домашние. Возьмем один баклажанчик. Креветки адриатические, чисто купленные в магазине. Томаты домашние тоже купленные на огороде. Петрушечка. Можно, если есть у кого-то базилик, может базилик использовать. Лучок наш домашний. Сырок, тоже покупной чесночок. Чили, разные перцы. И паста. Мы решили сегодня использовать фарфали. Интересная паста такая, бантики. Такие вкусные. И соус. Мы приготовили из панцирей наших креветок. Интересный соус. Я давно такой рецепт знаю. Этот соус мы приготовили заранее. И как вы увидите, как мы сделали. Мы варим наш замечательный креветочный соус. Не эксклюзивный, но мало кто использует его. Он специфический, на самом деле, очень на вкус. Потому что делается из панцирей креветок. Он, панцирей креветок, он такой имеет вкус. Не для всех. Это не рыбный вкус. Это креветочный. Именно креветочный вкусный соус. Так что начинаем готовить наш замечательный соус. Вливаем масло. У нас тут отлично разогрелась кастрюлька. Мы даже ее составили с конфорки. Масло разогрелось и кидаем наши овощи. Здесь лук, сельдерей, морковка и чесночок. Сейчас мы его раздавим. Вот все с огорода, все свежее. Чеснок просто раздавим и добавим. Сейчас чуть обжариваем, колеруем хорошо на максимальном огне. Можно это сделать на открытом огне, как вам может нравиться. Но мы решили сделать в кастрюлечке нашей вот уютной комнатушечке. Очень хорошо обжаривается. Чуть добавим сальцы. Где-то пол чайной ложки, может быть чуть побольше. Там уже смотрите лучок поджаривается, морковочка поджаривается. Вот мы, я думаю, можем кидать наши креветочные панцири. Мы креветки почистили, у нас были с головами. Вот, хорошие креветки 16-20, но они уже как бы приготовленные, не сырые, не сырые. Получается в красном виде, это уже как приготовлено получается. С головами вместе не стесняемся в наши овощи. Вот. Сегодня икота вообще достала меня, если честно. Да, икота, икота. Впереди нет Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякую. А еще у нас есть замечательный рецепт, как избавиться от икоты. Ознакомил с этим рецептом наш замечательный друг Димон. По прозвищу Леший, дай бог здоровья ему, хороший парень, вообще замечательный. Что он придумал? Берете, закладываете руки назад. Можно в замок, можно просто вот так. Берете стакан воды, ну или лучше воду обычную, негазированную. Сколько там, не важно, как вам удобно. Руки вот так, ну в замок, мы возьмем в замок руки, нагибаетесь, чуть отходите. Берете ртом, зажимаете зубами край стакана. Выпиваете. Лучше стакан не полный, потому что все не балово будет в воде. Вот, так что, изумительный рецепт, он помогает, у меня все прошло. Смотрите, у нас замечательно обжариваются наши креветки, овощи, даже немножко тут поджарилось, подгорело. Но это замечательно, ничего страшного. И мы добавляем белое сухое вино, лучше сухое. Это не домашнее, это покупное вино. И немножко выпариваем, буквально минуту, ну две. Это все выпаривается. И ждем еще буквально несколько секунд и добавляем воду для нашего соуса. Вот, мы убавили, лучше сразу, в принципе, убавить, а нагрев есть. Если вы на газу готовите, нагрев сразу уменьшается. Если вы не на газу, на конфорке, как мы, он долго держится нагрев. Так что, мы добавляем нашу воду. Ну, где-то миллилитров 200. Нам больше не надо для соуса. Все у нас на днушечке. Сейчас варим где-то около часа. Вообще, лучше это варить час-два. Как бы, чтобы все отдало, креветочный панцирь все отдал. А так, достаточно даже 10 минут. Прокипело, проварило. Если вы не хотите слишком пряный такой вкус креветок, можно 10 минут сделать. Мы будем где-то около часа это все на медленном-медленном огне томить. Чтобы овощи немножко сварились. Потом мы их через сито протрем. Ну, в дальнейшем все увидим. Все, так что увидимся. Ну что, ребятульки, у нас прошло примерно где-то полтора часика. У нас соус варился на медном-медном-медном огне. Приступим к нашему процеживанию. Цедим. Здесь замечательная водичка. Он еще выпарится у нас. Немножко сейчас мы его уберем. Опять же, если вы хотите больше густоты, можете добавить еще наших креветок. И морковки с овощами сельдерея и луком. Что у нас было. И так же аккуратно немножко надавить и процедить. Потому что там все тоже осталось очень вкусное. Получился замечательный соус. Смотрите. В кружечке у нас. Попробуем на вкус. Что у нас получилось. Он довольно-таки соленый у нас. Очень пряный. Мы соль добавляли, естественно. Очень ароматный. Прям пряностями. Куча пряностей. Такой вот креветочный. Насыщенный такой бульон. Мне нравится такой бульон. Но он не всем нравится. Казан маленький взяли. Как раз для пасты. Чуть маслица добавим. Хорошо. Замечательно. И мы обжариваем наш лук репчатый и баклажаны. Основа для нашей пасточки. Все обжариваем. Как бы тут сильно раскалять не надо. Обычный огонь. Масла много. Сейчас баклажаны с луком все возьмут. Ну так. Нам сильно обжаривать тоже не надо. У нас сегодня Италия. Все аль дент. Как говорится в Италии. На зубок. В переводе на русский. Главное колернуть сейчас овощи. Сделать их вкусными. Хрустящими. Буквально еще несколько секунд. И мы добавим наши томаты. Томаты не сицилийские. Отечественные. Мы взяли зубчик чеснока. Да. Пикантность небольшая. Добавляем наши томаты. Будем томить. Пошел запах чеснока. Замечательный. Отличный запах чеснока. Томаты дали воду. Смотрите. И надо баклажаны и лук сильно обжаривать. Потому что они будут потом еще томиться вместе с томатами. И дойдут до нужной. Своей консистенции. Будут очень вкусные и хрустящие. Вот. Смотрите. Томатики у нас немножко проварились. Дали сок. Сало как. Как соус. Наш замечательное блюдо. И мы добавляем наши креветочки. Возьмем. Тут где-то 10-15 штучек. Можно конечно больше добавить. Если у вас они есть. Вы живете где-нибудь на Адриатике. Мы живем в Рязанской области. Креветок никто вообще не пробовал в жизни. И добавляем нашу пасту. Наши фарфалии. Макарошки. Все нам не будем добавлять. Много получится. Мы все это перемешиваем. У нас получился изумительный соус. Все обволокло. Все макарошки у нас в соусе. Любой итальянец скажет вам зачет. Наш замечательный соус. Устрично-креветочный. Раз. Два. Три. Четыре ложечки. И чуть мешаем. Запах великолепный. Добавим также маслица. Немножко оливкового. Оно даст пикантность и цвет нашему блюду. Нашей итальянской пасте. Пару ложечки со соусом. Реально не повредит. А может быть даже и три. Раз. Два. Три. Четыре. На всякий случай. И быстро перемешиваем. Реальный вкус, аромат креветок. Копченых. Так все у нас паста готова. Отличная итальянская паста. Прекрасная паста. Осталось единственное это нам ее украсить. Для этого выкладываем креветочки наши. Смотрите как прекрасно. Все в томате. Присутствуют баклажаны. Да. Прекрасный рецепт. Прекрасный рецепт с баклажанами и креветками. Так же мы добавим наши ятрушечки. Просто порвем ее. Не будем резать. Так. Разбросаем. Чуть-чуть чили перца. Острое. Кто любит острое можно побольше. И немножко сырку добавим. Обычного нашего. Местного. Чуть-чуть потрем. Ну что. Будем пробовать. Что у нас получилось. Какая паста великолепная. С великолепными креветками. Нашими томатами. Сначала макароны. Петрушка дала свой аромат. Чилюшечку сейчас захотлю. Хорошо. Чили дает свой аромат вообще. Ммм. Вкус. Даже с отечественным российским сыром. Не пармезаном. Пусть итальянцы обзавидуются. Получается очень вкусно. Ммм. Ммм. Ребята, это очень вкусно. Реально. Посту использовать можно любую. Мы использовали фарфалии. Белиссимо. Просто креветка. Ммм. Очень вкусная креветка. Ребята. С вами был Димас. Пошел есть. Оператор Антон. Всем приятного аппетита. Здоровья, добра и мира. Готовьте вот такие блюда. Великолепные. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова